В парке «Тысячелетие», наверное, никогда еще не было так весело и многолюдно. Учителя, дети и родители, торговые площадки со сладостями множества развлечений и специально установленная по этому поводу сцена. Все говорило о важности и масштабах первого в истории Бреста праздника под названием «Дети нового тысячелетия». Открыл мероприятие и поздравил собравшуюся с окончанием учебного года лично глава администрации Московского района Андрей Филанович. Символично, что этот праздник закладывается в год исторической памяти и преддверии Международного дня защиты детей. У нас уже подводились определенные итоги учебного года, уже награждались в администрации Московского района призеры заключительного этапа Республиканской Олимпиады по различным учебным предметам. Московский район в области в этом году, скажем, занял лидирующее место. 17 у нас победителей и трое учащихся, отмеченные похвальными отзывами. Впереди у нас 10 июня еще будет выпускной, да, 2022, где также предполагается будет торжественное награждение лучших учащихся золотыми и серебряными медалями. Московский район – это самый большой район Брестской области, и мы этим гордимся, потому что у нас 74 учреждения образования и порядка 42 тысяч детей, поэтому мы богатые детьми. И, соответственно, мы стараемся предоставить для них все условия для того, чтобы они могли найти себя. И вот сегодня праздник – это результат нашей работы, работы в течение учебного года в разных направлениях воспитательно-патриотической работы. На территории парка в этот день расположилось множество разнообразных тематических и интерактивных площадок. Так, например, сотрудники МЧС и госавтоинспекции знакомили ребят со своей работой. А волонтеры Красного Креста обучали правилам оказания первой помощи. Также в этот день каждое из учреждений образования Московского района демонстрировало свои творческие и спортивные способности. Здесь можно было поделиться опытом, принять участие в различных активностях, ну и просто хорошо провести время. Наша школа представляет площадку с пожарным спортом, так как с 2018 года в нашей школе организованы классы МЧС профильной направленности. Погода нас не смущает, ни в коем случае все проходит по плану. Мы представляем 11-ю школу, и дети безумно рады поучаствовать в таком мероприятии. Для них это самый настоящий праздник, это повод уже начать расслабляться перед летними каникулами. Также дети участвуют в огромнейшем количестве конкурсов, получают призы, что является огромным плюсом. Учебный год всегда тянется долго, а такой замечательный праздник – хорошая возможность отпраздновать его окончание. Этот замечательный праздник посвящен окончанию учебного года. Чтобы хорошо учиться, надо хорошо отдохнуть. Сегодня Центр юных париков представляет у нас здесь морское и туристическое дело. Детки наши очень активно участвуют в походах. Также в будущем обязательно будут учиться грести на шлюпке. И вот это все мы сегодня пытаемся показать на нашей площадке. Желающие могли ознакомиться с работой города-мастеров, понаблюдать за героями театральной площадки, а еще стать участником спортивной или военно-патриотической. Также гостей приглашали ознакомиться с дворовыми играми родителей и поучаствовать во флешмобе. Праздник, несмотря на погоду, выполнил свою миссию и в следующем году обещают вернуться вновь.